Как обычно по вторникам на ваших экранах еженедельная передача спорт эфир в студии Владимир Городнюк. Здравствуйте! Гранд-при Хорватия В преддверии молодежного первенства Европы, который пройдет в начале февраля месяца в городе Сочи Российской Федерации, сборная команды Республики Беларусь приняла участие в турнире высочайшего уровня. Это гранд-при Хорватии в городе Самобор, возле столицы города Загреба. Состав сборной Беларуси было 48 спортсменов. Пять каратистов Эдельвейса. Это кадеты-юниоры наши. Это Сарчук Максим, Колобов Илья, Дэвид Ингуэн, Курган Александр и Сачковский Глеб приняли участие в составе сборной команды нашей страны на данных соревнованиях. Национальная сборная Беларуси завоевала 4 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Успех сопутствовал мастеру спорта Республики Беларусь Александру Кургану. В составе пинских каратистов у нас бронза у Александра Кургана, категория 18-20 лет до 84 килограмм. Блестящим выступлением отметился на гранд-при Хорватии кандидат в мастера спорта Дэвид Ингуэн. 17-летний Эдельвейсовец поочередно одержал победы над каратистами в Венгрии, Израиле, Македонии, Болгарии и Азербайджана. Спортсмен из Черногории, который выиграл первенство мира, он встретился с Дэвидом в финале. Поединок был очень интересный, захватывающий. И в одну, и в другую сторону шли баллы, но окончание поединка было 2-1 в пользу Дэвида. И эта медаль действительно дорогого стоит, золотая медаль, тем более выиграть действующего чемпиона мира, это очень достойно. Белорусские каратисты, образно говоря, по большому счету уже примеряют спортивные костюмы национальной олимпийской сборной. Вправе рассчитывать на путевки на главные игры четырехлетия и юные эдельвейсовцы. На эти соревнования все страны привезли национальные команды и обкатывают тот состав молодежный, кадетов, юниоров и взрослых в том числе. Обкатывают и такая смотровая площадка перед самыми серьезными соревнованиями Европа, мир. Ну и, конечно же, это в преддверии и Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио. В эти дни продолжается баскетбольный турнир, в котором состязаются пенские школьники и гимназисты. На минувшей неделе завершили соревнования женские команды. На этой, начиная с понедельника, в баскетбольные схватки вступили юноши. Пять дней девять женских баскетбольных дружин выявляли сильнейших в традиционном турнире. Решающие схватки состоялись в минувшую пятницу на базе гимназии номер один, где за золото и серебро поспорили команды средних школ номер 15 и 16. Итог встречи 25-22 в пользу баскетболисток 16-й школы, которые в минувшем году также становились призерами, а в этом сумели взойти на высшую ступеньку пьедестала почета. Серебру, соответственно, забрали спортсменки 15-й школы. К слову, годом раньше первой в турнире была команда средней школы номер 10, но на данных соревнованиях попасть в призеры ей было не суждено. В пятницу определился и бронзовый чемпион. Этот титул достался баскетболисткам второй школы, которые отстояли его, победив соперниц из средней школы номер 18. В начале недели стартовали и юношеские баскетбольные состязания. Команд здесь больше – 17, и сам турнир продлится несколько дольше – до 5 февраля. В первый день соревнований сразилась команда восьмой школы. Ее оппонент – баскетболисты США номер один – неоднократный чемпион минувших лет. В прошлом году первое место, в позапрошлом второе, еще раньше, четыре года назад, третье были. Как бы почти всегда в призерах. Как раз ранее лавры победителя примеряла и команда восьмой школы. В прошлом году она отстояла третье место турнира. Мы очень долго готовились к этому соревнованию. Напряженные тренировки, чуть ли не ежедневные. И добились какого-то результата. Хотим на этом турнире показать, к чему же мы, собственно, подготовились. Соревновательный характер, конечно. Потому что это повод показать, на что мы готовы, на сколько хорошо мы умеем играть в эту игру. Серьезных соперников вы уже увидели в ходе турнира? Да, вот, вы можете посмотреть на самых серьезных соперников на этом турнире. Игра сложная, но мы еще не все показали. У нас есть ряд козырей. Вот это первая игра с первой школой. Пока результат хотелось бы и лучше, но хотим достичь высших результатов в этом турнире. В первой схватке турнира прошлогодний чемпион сумел доказать свое преимущество и уверенно выиграл у команды восьмой школы. На этой же площадке в понедельник сразились и спортсмены седьмой и восемнадцатой городских школ. Итог матча – победа юных баскетболистов средней школы номер семь. Проходит в эти дни и чемпионат Брестской области по мини-футболу, в котором выступает не так давно организованная местными спортсменами, в том числе футболистами распавшегося аиста, команда «Пинск». В минувшее воскресенье она дала бой одному из своих трех оппонентов – коммунальнику команде «Столина». Матч состоялся на мини-футбольном поле спорткомплекса «Палис ГУ». К сожалению, пинчане проиграли со счетом 2-1. Единственный гол в поединке забил Вячеслав Зырко. Шанс реабилитироваться у Пинска может случиться в эту субботу. На своем поле в спорткомплексе «Палис ГУ» наши спортсмены будут принимать команду «Маньковичи». Игра состоится в 14.00. Это пока все спортивные события, о которых мы успели рассказать. О новых вы узнаете ровно через неделю. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин